Слушаюсь. Я Гром. Павел Семенович, у вас маршал Конев. Слушаю, товарищ маршал. Ты что, Павел Семенович, делаешь? Да вот, веду бои за Фрикдрифс Хайне. Новая задача, Павел Семенович. Что-что? Одну минуту, что ли, Степан? Да скажи ты им, чтобы прекратили палить, поговорить не дают. Слушаюсь. Этот разговор, экранизированный Юрием Озеровым в киноэпопее освобождения, повлиял на исход Великой Отечественной войны. 17 апреля 1945 года командующий 3-й гвардейской танковой армией Павел Рыбалко получил приказ штурмовать Берлин. Эта привилегия, согласно плану Ставки Верховного Главнокомандования, отдавалась войскам маршала Жукова. Но они увязли в боях на Зиеловских высотах, на подступах к городу. Между тем, 9-я армия США захватила плацдармы в 60 километрах от Берлина. Возникла угроза, что союзники возьмут столицу Третьего Рейха. Раньше. Приказываю повернуть вашу танковую армию на Берлин с юга. Ясно? Ясно, товарищ маршал. Рвись к Берлину, к Берлину. Весь повернуть армию на Берлин. Вот это дело. 1 июня 1945-го дважды герой Советского Союза, генерал Рыбалко, станет маршалом бронетанковых войск. Его блистательные ходы во время форсирования Днепра, освобождения Львова, взятия Берлина, будут считать вершиной военного мастерства и изучать в Академии. Но сам маршал насладиться своей славой не успел. Он ушел из жизни вскоре после войны, в 53 года. Обстоятельства его смерти остаются засекреченными до сих пор. Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. В 1947-м Павел Рыбалко встал во главе бронетанковых войск Советского Союза. На эту мощь весь мир смотрел с опаской и уважением. И вот корреспондент Лондонской газеты задал маршалу провокационный вопрос. А правда, что ваши танки в случае войны могут быть в Париже через 36 часов? Рыбалко искренне возмутился. Они будут у вас в Лондоне, и при том через сутки. Трудно поверить, что маршал, чьи войска превзошли в мастерстве лучшие дивизии вермахта, до 1942 года, по сути, танка близко не видел. Имя этого прославленного военачальника было известно лишь узкому кругу специалистов военной разведки. А потому в его биографии немало белых пятен. И остается лишь догадываться, почему именно его было решено назначить командующим одной из первых танковых армий в Советском Союзе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Советские танки. Сила, перед которой не устояла хваленная немецкая техника". 24 июня 1945-го, во время первого парада победы на Красной площади, в адрес советских танкистов было сказано немало восторженных слов. А вот тот человек, который имел полное право отнести их на свой счет. Фото и кинокадры Павла Рыбалко – настоящая редкость. Во многом из-за секретности его довоенной работы. Наши советники в то время, мы прекрасно понимаем, что были и в Испании, и в Китае, и где самые горячие точки были. Это все аккумулировалось, естественно, в Главном разведуправлении Генерального штаба. К началу Великой Отечественной войны Павел Рыбалко занимал должность начальника кафедры разведки в высшей специальной школе Генерального штаба. Его знания были столь нужны стране, что все рапорты Рыбалко об отправке на фронт оставались без ответа. Однако весной 1942 года сын Павла Семеновича Вилен, окончивший танковое училище, попал в окружение на Юго-Западном фронте. Танкисты всегда оказывались на острие боевых действий, а потому потери были огромными. Мысли о сыне не давали Павлу Семеновичу спать. Ему казалось постыдным отсиживаться в тылу, когда Вилен на передовой. К тому моменту нехватка высшего командного состава стала катастрофической. И вот жестокий кадровый голод, вызванный в немало степени потерями 1941 года, вынудил в том числе использовать и преподавательские кадры. В июне 1942-го Рыбалко был назначен сначала заместителем, а потом и командующим вновь созданной Третьей танковой армией. И генеральный штаб, и Ставка, и сам Сталин были против назначения. Но за него поручились. Он в свое время не командовал ни одним танковым полком, ни в общем танковым соединением, поэтому вызывало это сомнение. Вскоре после назначения командующим армии Рыбалко получил письмо от жены. Вскрыл на ходу и вдруг замер. Затем, словно у него вдруг возникли проблемы со зрением, стал то подносить листок к лицу, то отстранять его. В тот момент Павел Рыбалко и в самом деле едва не ослеп. Жена писала, что получила извещение, их сын Вилен пропал без вести. Генерал бессильно опустил руку, в которой сжимал письмо. Казалось, теперь все ни к чему, но тут член военного совета фронта Мельников забрал листок и, пробежав глазами, сказал, Павел Семенович, убитым его не видели, может, жив. Так начался боевой путь Павла Рыбалко. Путь к сыну. И все-таки как же так случилось, что именно Рыбалко назначили командовать танковой армией? Кто поручился за него? И почему? Павел Рыбалко впервые, что называется, понюхал бороха еще на фронтах Первой мировой. Затем, когда кайзеровская Германия оккупировала его родную Украину, вступил в партизанский отряд. Благодаря боевому опыту 22-летний Павел быстро стал его командиром. Затем вступил в Красную армию. Он воевал и с белополяками, и с Махно. Вел боевые действия и партизанами, и вел боевые действия на территории Украины, Крыма. То есть у него в годы гражданской войны он приобрел очень большой опыт. Карьера молодого командира шла в гору. Во время боев с Деникинцами осенью 1919 года Рыбалко, командир роты Лебединского пехотного полка, принял командование полком. Волевые и лидерские качества рыбалка обращали на себя внимание. Но вскоре случилось несчастье. В былу погоне его конь споткнулся на железнодорожном полотне. Павел вылетел из седла и сильно ударился о рельсы. Вот именно по этой причине на всех фотографиях и в каких-то кинодокументах мы можем увидеть Павла Семеновича с тросточкой. Он практически с нею не расставался. Превозмогая чудовищные боли, был на передовой. Рыбалка перевели на должность комиссара. Он отправился в Башкирию собирать продовольствие для молодой республики Советов. И вскоре, подхватив ТИФ, очутился в госпитале. Ухаживала за ним молоденькая сестра милосердия Надежда Денисова, дочь местного священника. Рыбалка отчаянно влюбился и вскоре, несмотря на протесты семьи, девушка стала его женой. В мае 1920 года рыбалка направили комиссаром полка в армию, считавшуюся главной силой республики Советов. Он служил у Буденова в конной армии, был отличным кавалеристом, и практически один из первого десятка получил высшую награду Орден Боевого Красного Знамени. В 1926 году начальник военной академии РККА Михаил Фрунзе лично отобрал 30 лучших комиссаров по всей стране для обучения на курсах высшего начальствующего состава. В их число попал и Рыбалка, по личной рекомендации Ворошилова, который очень симпатизировал талантливому командиру. После Павел Рыбалка закончил и военную академию имени Фрунзе. Так сложилась судьба, что даже дважды обучаясь на курсах усовершенствования командного состава при академии имени Фрунзе, а затем и окончил академию имени Фрунзе, ему не пришлось командовать более чем дивизией даже. Препятствием для карьеры была неизменная тросточка, которая не вязалась с образом красного командира. Но во время учебы в академии Рыбалка проявил незаурядные аналитические способности и его пригласили в разведуправление РККА. Закончив разведшколу в 1934-м, Рыбалка поехал в Китай в качестве военного советника. Там он практически с нуля помогал создавать армию этой молодой республики. Как он вспоминал и писал о том, что они не умели делать практически ничего в военном искусстве, потому что они не умели читать карт, они не умели ориентироваться на местности, поэтому их нужно было и обучать, и инструктировать. В Китае Рыбалка также собирал разведывательную информацию о вероятном противнике Советского Союза – Японии. У Павла была на рынке лавочка, а сам он играл роль торговца. И вот однажды какой-то человек зашел в лавку и стал пристально всматриваться в его лицо. Сначала поздоровался. Здравствуй, Павлуша. Ну, а что он до китайского? Естественно, Павел Семенович говорит, я не понимаю, о чем вы говорите. Он говорит, эээ, брат, ты меня очень хорошо помнишь и знаешь. Павел и в самом деле знал нежданного визитера. Во время гражданской войны они были по разные стороны баррикад. Павлуша Рыбалка рос в бедной семье, где он был седьмым ребенком. За шалости отец часто сек его розгами. И все же не мог справиться с мальчишкой, который был настоящим заводином. Кроме сестренки Марфуши, у Рыбалка было еще пять братьев. Однако Павлуша был единственным, кого отец отвел в школу. Надеялся, что от учебы у того поубавится прыти. Действительно, когда дошло до счета и чистописания, Рыбалка проявил усидчивость и недюжные способности. В 13 лет окончил школу, и учитель отвел его в сельскую контору. «Такую чистоту письма редко у кого встретишь», – рекомендовал он мальчика. Однако в конторе Рыбалка работал недолго. Его отец, слесарь на сахарном заводе, стал инвалидом. Чан с кипящим сиропом перевернулся, и ему обварило ноги. Семье грозил голод. И вот Павел, несмотря на то, что не был старшим из братьев, взял ответственность за семью на себя. Отправился на завод работать вместо отца. Он всегда был негласным лидером. После того, как явка на рынке оказалась провалена, Рыбалка пришлось уехать из Китая. Он получил назначение военным атташе в Польшу. Тогда, в 1937-м, Павел оказался в эпицентре событий мирового значения. Началом Второй мировой войны принято считать вторжение Гитлера в Польшу в 1939 году. Однако, фактически, войска вермахта вступили на чужую территорию на год раньше. После того, как в сентябре 1938-го Англия и Франция подписали Мюнхенский договор, гарантируя свое невмешательство, немецкие армии вошли в Судетскую область Чехословакии, а польские – в Тишинскую. Можно лишь догадываться, чем именно занимался в тот момент Павел Рыбалка в Польше. Однако, по возвращениям в Советский Союз, он получил звание генерал-майора и назначение начальником кафедры разведки в высшей специальной школе генерального штаба. В этой должности его и застала война. И вот эта работа преподавателя способствовала пониманию характер этой войны. Потому что шло обобщение, были отчеты, были приказы. На должность командарма Рыбалка рекомендовал Ворошилов. Он следил за судьбой своего выдвиженца и верил в него. И Рыбалка не подвел. Приняв под командование армию незнакомого ему прежде рода войск, Павел Семенович начал изучать причины потерь, которые понесла третья танковая, выведенная в резерв, после контрудара Западного фронта под Сухиничами. Рыбалка практически с момента своего прихода, как я уже сказал, начинает очень интенсивную боевую подготовку, начинает втягивать мото-пехоту армии в сверхфорсированные марши, требует расходовать моторесурсы и горючие на боевую подготовку механиков-водителей. Это дает свои плоды. Дебютом «Рыбалка» как командующего армии стало участие в Острогожско-Россашанской операции. Огонь! В январе 1943 года войска Воронежского фронта, совместно с 6-й армией Юго-Западного фронта, вели наступление в районе городов Острогожск и Россош, с целью разгромить 2-ю венгерскую и часть сил 8-й итальянской армии. Это давало возможность ударить в тыл немецкой группы армий-центра, а в перспективе подготовить наступление в направлении Харькова. Решающая роль отводилась в этом сражении 3-й танковой армии. Павел Семенович всегда не шаблонно подходил к этому. Чтобы не усложнять задачу, всегда допрерывал оборону уже танковыми подразделениями, соединениями, которые были у него под рукой. Вот первая операция, которую он провел на окружении, стала как бы образцом для последующего военного искусства. Успех Острогожско-Россашанской операции открыл советским войскам дорогу на Харьков и породил у Ставки необоснованную уверенность в возможности новых легких побед. Так что 3-й танковой был отдан приказ освободить Харьков. И это едва не стало причиной катастрофы. Под Харьковом наши войска встретили ожесточенное сопротивление. Противник перешел в контрнаступление. Танкисты 3-й армии воевали без отдыха, не получали пополнения. В начале марта 1943-го они оказались практически окружены. Ценой невероятных усилий рыбалка все же удалось пробиться к своим и занять оборону на реке Северный Донец. Сдерживая очень сильный натиск врага, вынужден был все-таки в последующем оставить Харьков, отдать приказ тем частям, которые попали в окружение, на выход из окружения. И по сути дела танкисты вынуждены были, если даже машины были и целы, оставлять, потому что нечем было заправлять. Ставка Верховного Главнокомандования была недовольна тем, что рыбалка не оправдала ожиданий, пусть и завышенных. В конце апреля 1943-го года поступила директива о преобразовании 3-й танковой в 57-ю общевойсковую. Армии удается из-под Харькова вырваться, но для 3-й танковой армии это стала последней операцией. Опять же, Павел Семенович Рыбалка был отстранен от командования, переведен в распоряжение генерального штаба. Рыбалка был категорически против преобразования танковой армии в общевойсковую. Он считал, что это умаляет заслуги его танкистов, которые покрыли свои знамена слабой. Однако отстаивать свою позицию ему было нелегко. В боях за Харьков он получил тяжелые ранения. И вообще чудом остался жив. В Харькове был восьмиэтажный дом. И в подвальном помещении рыбалка находилась. И немцы бомбили Харьков в это время с 8 вечера до 8 утра. Почти сутки бомбили. И одна бомба попала в этот дом. А там была его охрана. 20 охранников погибли. И вот там был контужен рыбалка. И все же Павел Семенович отправился в Москву, чтобы отстоять свою армию. Более того, он представил соображение, как нужно формировать и использовать танковые армии, чтобы они воевали более эффективно. И его доводы услышали. Рыбалка был вновь назначен командующим 3-й танковой армией, которые к тому же присвоили звание гвардейской. Это такой единичный случай в годы войны. Командование пошло навстречу, и она была восстановлена. Восстановлена в полном составе. Пошли танки, артиллерия. То есть до полного штата. Использование именно 3-й гвардейской танковой армии стало шаблоном для формирования и состава остальных танковых армий. Они формировались уже по ее образцу, однородного состава. Третью танковую вывели в резерв для пополнения, чтобы вскоре бросить ее на самый ответственный участок фронта. Пользуясь случаем в Москве, Рыбалка обивал пороги инстанций, пытаясь выяснить что-нибудь о судьбе сына. Но безуспешно. Страшную правду ему суждено было узнать годы спустя. А пока Павел Семенович все чаще и чаще ловил себя на том, что вглядывается в лица молодых танкистов, и все кажутся ему чем-то похожими на Вилена. Его сын, единственный сын, Вилен, Рыбалка, командир танка, в 1942 году сгорел в атаке. Поэтому это был единственный его сын. И он к нам всех нас считал уже своими сынками. Так к нам и обращался. Подчиненные знали о трагической потере своего командующего. Быть может, именно поэтому и появилась знаменитая песня, ставшая печальным гимном Третьей танковой. Нас извлекут из-под облома, Поднимут на руки каркас, И залпы баженных орудий В последний путь проводят нас. Рыбалка понимал его долг посылать своих подчиненных на смерть. Но он ощущал себя отцом всех этих мальчишек и искал способы сохранить им жизнь. Чернилами из этой чернильницы Павел Семенович Рыбалка подписывал иногда даже парадоксальные приказы. Например, такие, что каждому молодому бойцу представлялся шеф из опытных бойцов. И именно таким образом Павел Семенович Рыбалка добился минимальных потерь солдатских в своей армии. Еще один приказ Рыбалка – срочно обучить всех бойцов плаванию. Купание в сентябре не вызвало восторга. Но позже и бойцы, и командиры признавали. Этот приказ многим спас жизнь. Красная армия готовилась к освобождению Киева и форсированию Днепра. Гитлер сказал, что Днепр станет той непределимой стеной, через которую никто не прорвется и Днепр не преодолеет. Был создан Восточный вал. Восточный вал оборонительный, по рубежу которому немецкое командование предполагало остановить наступление советских войск. В ночь на 23 сентября 1943 года передовые отряды армии Рыбалка и 40-й армии генерал-полковника Москаленко переправились через Днепр и закрепились на его правом берегу в районе села Великий Букрин. Чтобы переправить туда основные танковые силы, пришлось срочно строить мост. В том месте, где планировалось создать этот мост, ширина реки составляла более 600 метров, где-то 625 метров. Глубина реки от 6 до 8 метров. И сколько необходимо было леса, это под огнем противника, под воздействием авиации противника. Буквально за полторы недели, грубо говоря, этот мост был создан. По мосту на Букринский плацдарм скрытно перешли танки и сотни автомашин с боеприпасами. Но драгоценное время было упущено. Врат успел подтянуть резервы. И армию Рыбалка ждали затяжные бои. Тогда в штабе фронта было решено перебросить основные ударные силы на Лютежский плацдарм, севернее Киева. Однако нужно было ввести противника в заблуждение, заставить верить, что танки остаются на месте. Оставьте здесь, переоденьте капитаном и вложите в планшет вот это. Слушаюсь. Оставив на прежнем месте макеты танков и работающие радиостанции для обмана противника, армия Рыбалка переправилась обратно на советский берег Днепра. Оттуда за шесть суток она совершила беспрецедентный двухсоткилометровый марш, а затем снова переправилась через Днепр. Решающие бои за Киев начались утром 3 ноября вводом в сражение на Лютежском плацдарме ударной группировки фронта. В нее входили 3-я танковая Рыбалка, 38-я армия Москаленко и 60-я Черняховского. Молодцы. По сведениям нашей разведки, противник пока еще не обнаружил ваш маневр. Как думаете атаковать? Есть одна задумка, товарищ маршал. Мы хотим провести, так сказать, психическую танковую атаку. Ночью, с зажженными фарами. Ну и вот с этим. Федя, давай. К необычной атаке Рыбалка прибег вынужденно. Ночью на землю опустился густой туман. И танкисты не видели даже друг друга. А ждать до утра было нельзя. Противник мог подтянуть резервы. Хитрость сработала. Немцы растерялись и в панике отступили. Гвардейцы 3-й танковой гнали их до самого Киева. 6 ноября Киев был освобожден и стал важнейшим плацдармом, который открыл советской армии дорогу на Берлин. После этой операции Рыбалка получил свою первую звезду героя. Вскоре после этого Павел Семенович провел еще одну операцию, которая вошла в учебники военного искусства. 22 июля 1944 года армия Рыбалка обошла Львов с севера, а 4-я танковая армия под командованием генерала Лелюшенко с юга. Внезапным штурмовым ударом ворвались танки Лелюшенко на окраину Львова с юго-востока. Сажатый в тиски враг был уничтожен два дня. Они намеренно не стали замыкать кольцо, оставляя для гитлеровцев коридор, через который те и покинули город. Уникальная архитектура была спасена, а немцев позже уничтожили на оперативном просторе. К тому времени Павел Рыбалка получил известие и со своей малой родиной, из Сумской области. Малый Выстроп был захвачен фашистами в первые недели войны. Там у Рыбалка оставалась сестра. Надо отметить, что связь у него именно с сестренкой была чрезвычайно крепкая. Марфуша его до конца своих дней прожила она немало. На 101 году она ушла из жизни, и до конца своих дней никак иначе в доме не называли Павла Семеновича как Павлуша. Марфуша узнала все ужасы оккупации. Но самым страшным было то, что немцы угнали в рабство ее единственную дочь, 12-летнюю Ганочку, племянницу Рыбалка. Летом 1943 года Красная Армия, продвигаясь на запад, освобождала оккупированные территории. Из плена возвращалось немало военных. Рыбалка лично встречался со многими из них, расспрашивал о сыне. Но никто не мог рассказать ему о велении. Надежда вновь вспыхнула в его сердце в 1945-м, когда уже в Германии ему доложили, что его спрашивает какая-то девочка. Это оказалась Ганночка, дочь сестры Марфы. Она провела 4 года в рабстве под Дрезденом. В свои 16 от постоянного голода выглядела на 12. Но главное, была жива. С тех пор Рыбалка не переставал думать о сыне и надеялся, что увидит его живым. Подавив сопротивление, разгромив группировку противника, танкисты генерала Рыбалка ринулись на юг, продолжая свой путь. После освобождения Украины советские войска двинулись на Германию. Последним препятствием перед взятием Берлина был немецкий город Лаубан. Там, в феврале 1945-го, армию Рыбалка постигла катастрофа. Когда немцы собрали резервы и нанесли контрудар, отбили небольшой городок Лаубан, тем не менее, вот эти вот контрудары, они заставляли Красную Армию останавливаться, переходить к обороне. И чтобы контрудары не имели катастрофических последствий для операций в целом, использовались маневренные качества армии Рыбалка. Когда за счет маневров, ответных ударов удавалось противника сдерживать. Однако маневрировать в городе Рыбалка не мог. А немцы, используя каждое здание как укрытие, появлялись неожиданно и били по машинам противотанковыми гранатометами, фаустпатронами. 21 февраля в танковых бригадах армии Рыбалка насчитывалось всего по 15 танков. Немцы вместе с армией Власова заходили в тыл 3-й танков. Ее отдельные части уже попали в окружение. Чтобы деморализовать гвардейцев Павла Рыбалка, власовцы обращались к ним по громкоговорителю. И включают, значит, накануне попавшего нашего самоходчика, пытали они, не знаю, что с ним они делали, но стоял такой вот душераздирающий крик истязаемого человека волосом дыбом. Понимаете? Вот это мы все присутствующие там не забыли. И когда уже, так сказать, в боях сталкивались с ними, с власовцами, мы с ними тоже таким же образом беспощадно расправлялись. Такой тяжелой ситуации у Рыбалка не было за всю войну. Сталин нервничал и без конца звонил командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Коневу, в состав которого на тот момент входила 3-я танковая, требуя переломить ситуацию. Рыбалка выехал на передовую. Рыбалка приехал. Мог бы и не приехать. Почему он в это пекло должен сам соваться? Что, офицера связи нет? Или какого-нибудь другого, значит, послать? Офицера можно? Нет. Сам прикатил, поговорил с нами, пообщался по-простому. И у нас на русле как-то стали легче. И сами понимали, что надо их выручать. А уж когда... Он попросил. Причем он как к нам обращался. Ребята, вот так вот, детки мои. И гвардейцы освободили товарищей из окружения. Взятие Лаубана познаменовало конец Нижнеселесской операции. Она обеспечила двум советским фронтам, первому украинскому и первому белорусскому, одинаково благоприятное положение для наступления на Берлин. В директивах ставки взятие Берлина возлагалось на первый белорусский маршала Жукова. Первый украинский маршала Конева должен был отрезать Берлин с юга. Конев решил задействовать свой, можно сказать, главный козырь в лице армии Рыбалка для того, чтобы прорваться на Берлин и, усилив армию Рыбалка неким количеством пехоты и артиллерии, в том числе зенитной, пробиться к Берлину и, возможно, стать его покорителем быстрее, чем его сосед. И так стремительно на Берлин. Как этот приказ окрылил нас, написал в мемуарах Рыбалка. В этой минуте он мечтал давно. Даже повесил на стене штаба карту Берлина и учил название улиц. Запоминал расположение скверов. Танкисты перед Берлинской операцией, они давали клятву. Мы идем в последний решительный бой. И будем драться до последнего дыхания. Пока сердце бьется в груди и глаза видят врага. Вперед, гвардейцы, наш тумб Берлина. На южных подступах к Берлину, на болотистом участке, трудно было ожидать советские танки. Однако здесь командование вермахта просчиталось. Армия Рыбалка пошла через болото, настилая перед танками бревна, и вышла к Берлину с юга. И к юго-востоку от Берлина образовался огромный котел, который попал в 200 тысяч на немецкая 9-я армия. И одним из главных творцов этого котла была как раз армия Рыбалка. Потому что Рыбалка шел вперед и фактически замыкал кольцо, и за ним по следам шла пехота, которая уже этот котел цементировала и превращала в ловушку для немцев. Глазка маршала Жукова в это время только прорывались к Берлину с севера. Поэтому Конев торопил Рыбалка начинать штурм города. Перед третьей танковой оказался хорошо укрепленный Тельтов канал. При появлении Т-34-х немцы взорвали 30 мостов. И на том берегу ощетинились фаустпатроны. Но неожиданно прямо перед ними из воды начали выскакивать советские танки. Они прошли по дну канала. Все щели, в которые проходит вода, они были закрыты. И таким образом они были готовы к этому. Поэтому, когда подошли к каналу Тельтов, который 2,5, почти 3 метра глубины, и ждать, пока тебя по мосту разрешат проехать, они сразу раз из-под моста вынорнули, как черти перед Рейхстагом. За берлинскую операцию командующий третий танковый получил вторую звезду героя. А 1 июня 1945 года рыбалка присвоили звание маршала бронетанковых войск. После войны с февраля 1947-го он был командующим бронетанковыми и механизированными войсками советской армии. Много работал. Записывал и анализировал военный опыт. Хлопотал о создании памятников на братских могилах. Неожиданно в 1948 году маршала положили в Кремлевскую больницу. Все выглядело естественно. Маршал страдал от ранений, полученных еще во время гражданской. Странным было другое. Все время госпитализации рыбалка почему-то запрещали видеться с родными. 28 августа 1948 года рыбалка не стала. В больнице причину смерти скрыли за туманными формулировками. В семье витал какой-то, знаете, вот такой легкий ореол того, что ну что-то не так, что-то не так произошло, потому что ушел совсем молодым, полным сил и энергией. Что же произошло с маршалом рыбалка? Пролить свет на эту тайну могло бы личное дело командующего. Но оно до сих пор хранится под грифом «секретно». Как говорят доверенное лицо, сообщило совершенно, ну понятно для всех, для нас, что эти документы не будут еще очень долгое время рассекречены. Возможно, подлинной причиной внезапного ухода стало известие, полученное маршалом вскоре после войны. Павел Семенович доподлинно узнал, что его сын сгорел в танке под Харьковом. Вот это трагическое, конечно, известие, оно еще больше подкосило его здоровье. Но вот тонус войны, постоянное напряжение и выполнение тех задач, конечно, его поддерживало. Но все равно это вот эта вот трагедия в семье, она его угнетала. Образ маршала рыбалка популярен у кинематографистов и советских, и российских, и, конечно, зарубежных. Быть может, потому что он принимал участие в знаковых операциях Великой Отечественной, форсировании Днепра, освобождении Львова, битве за Берлин. И все же главной памятью этому военачальнику остается песня. Печальный гимн легендарной Третьей танковой армии. Услышав ее, вспомните о человеке, который, потеряв единственного сына, стал отцом для тысяч других. Нас извлекут из-под обломков, Поднимут на руки каркас, И залпы башенных орудий В последний путь проводят нас. Субтитры создавал DimaTorzok